Прекрасный и живописный штат Флорида известен своим бесконечно палящим солнцем, пальмами и тёплым океаном. Однако, большинство жителей этого штата делят своё жизненное пространство с очень большой и опасной рептилией – американским аллигатором. В связи со стремительным ростом населения штата Флорида, люди и аллигаторы постоянно вынуждены пересекаться, что увеличивает вероятность нападений. 85-летняя Глория Сердж проживала в крошечном поселении в тихой глубинке штата. 20 февраля 2023 года женщина, как ни в чём не бывало, выгуливала своего любимого питомца – небольшую собачку по кличке Солдат. На этих кадрах видно, как женщина с собакой на поводке неспеша прогуливается у берега небольшого водоёма. В какой-то момент на водной поверхности появляется рябь, которая стремительно движется по направлению к берегу. Кажется, что собака что-то заметила и пристально смотрит на воду. Когда женщина решает пойти дальше, в этот момент из воды выпрыгивает трёхметровый аллигатор и нападает на собаку. Друзья, согласно правилам Ютуба, я не могу показать вам полную версию нападения. Ролики большой продолжительности и без цензуры публикуются на моей странице в Бусти, поэтому переходите и смотрите. Свидетелем нападения стала ещё одна пожилая женщина – соседка Глории. На её глазах разворачивается ужасная сцена ожесточённой борьбы за жизнь, и она сразу же звонит в полицию. Она находится в полицию. В своем ужасающем звонке соседка сообщила, что огромная рептилия утащила немощную женщину под воду. Вскоре на место происшествия прибывают сотрудники экстренных служб и сразу бросаются на задний двор к воде. Однако было уже поздно. Все, что оставалось офицером, это наблюдать, как на поверхности воды плавает безжизненное тело. Спустя время обезображенное тело погибшей было извлечено из воды. Однако собаке на этот раз крупно повезло. Она была найдена живой, но выглядела крайне напуганной. На полной видеозаписи видно, как в результате схватки Глория пыталась спасти собаку от пасти аллигатора, но в один момент вместо этого рептилия схватила женщину и безжалостно утащила ее в воду. После прибытия на место происшествия сотрудники продолжали наблюдать за хищником. Эксперт-охотник по дикой природе идентифицировал аллигатора и вытащил его из озера. Позже хищник-людоед был усыплен. Спустя время еще четыре особи аллигаторов были выловлены из водоемов небольшого поселения, где погибла женщина. Не менее чудовищный случай произошел 22 сентября 2023 года в той же Флориде. Парень-свидетель сообщил, что прогуливался по району и случайно увидел в небольшом водоеме голову аллигатора. Но когда он присмотрелся поближе, во рту у хищника было нечто, похожее на нижнюю часть туловища человека. Парень сказал, что не мог поверить своим глазам. Он сразу же вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники застрелили и вытащили из воды огромное чудовище. Также из воды были извлечены человеческие останки. Жертва была опознана как 41-летняя Сабрина Пекхам. Дочь погибшей заявила, что ее мать была бездомной и жила в лесистой местности недалеко от того места, где на нее напал аллигатор. Записи показывают, что начиная с 2014 года у нее были регулярные стычки с полицией, включая многочисленные обвинения в незаконном проникновении. Против нее также выдвигались несколько обвинений в хранении наркотиков и кражи. Ее дочь сказала, «Никто не ожидает услышать, что ваша мать умерла при таких обстоятельствах». «Я знаю, какой была ее смерть. Это не было безболезненно. Это не было быстро. Это было нелегко. Она боролась». Девушка также сказала, чтобы люди помнили ее мать за ее щедрость, а не за проблемы с законом. Она сказала, что ее мать определенно выбрала неправильный жизненный путь, однако она отдала бы нуждающемуся последний кусок еды со своей тарелки. На кадрах вы можете видеть раздутое брюхо пойманного аллигатора. О чем это говорит, думаю, объяснять не нужно. Друзья, напоминаю, что поскольку основную деятельность я веду на Бусти, длительные ролики без ограничений публикуются там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok